Тема 864 Как маленькая девочка зарабатывает на рисунках Честно скажу, не хотела я писать об этой девочке статью Как-то не хотелось влезать в её внутренний мир и разбирать его по полочкам Но если подумать, то каждый из вас в какой-то степени может сравнить себя с этой девочкой И помочь самому себе, в том числе и для создания своего дела, и для зарабатывания денег Айрис Грейс, девочка 5 лет, больная аутизмом С 3 лет рисует картины, которые у неё покупают за несколько сотен и даже тысяч долларов А все началось с того, что в 2 года ей диагностировали аутизм И её родители стали усиленно пытаться вылечить её Для этого дали ей в руки кисточки и краски И ещё занимаются с ней музыкой И картины у неё получаются очень интересные Интересный факт На заметку Родители девочки заметили большой всплеск вдохновения у юной художницы Когда в семье появилась кошка, которая никуда от девочки не отходит Чем эта история может быть полезна тем, кто ищет своё дело и свой бизнес? 1. Вдохновение – главный двигатель нашей деятельности Поэтому выбирайте дело, которое вы готовы взвалить на себя вне зависимости от того, сколько оно может принести дохода 2. Делайте дело не ради денег, а ради поддержания в себе огня вдохновения Клиенты иногда появляются не потому, что вы их кормите и одеваете, а потому, что они заражаются вашим вдохновением 3. В блоге матери Айрис Я нашла разворот учебника музыки для начинающих И лишний раз убедилась, что в нашей стране плохо учат не только математике и английскому языку, но и музыке И не зря Великобритания славится своим образованием Следовательно, и бизнесу в том числе Вы видели наши современные школьные учебники по информатике и экономике Они не учат, а пытаются запихнуть в детские головы взрослые затерминизированные фразы Если хотите научиться бизнесу или программированию, найдите хорошего учителя Желательно практика, а не пытайтесь что-то понять в этих учебниках 4. Сделайте хоть какой-то первый шаг Купите краски и кисти, или сделайте сайт У каждого бизнеса свои инструменты, и сделайте что-нибудь практически, а не мысленно Кем бы Айрис была без красок и без кошки Никем 5. Невозможно сразу стать крутым бизнесменом Сначала нужно побыть мелким бизнесменом Потом суметь расширить горизонты своего бизнеса и увидеть перспективы И начать новый путь 6. Удача приходит к тем, кто делает, а не к тем, кто мечтает 7. И, конечно, развитию необычного бизнеса нужен грамотный пиар История, фото, видео, чтобы было что показать в интернете Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok